привет друзья продолжаем стряпать наше меню в игре закончили мы такой ноте как создание виджетов да я тут за кадром пошаманил некоторые виджеты так это у нас меню я просто здесь добавил кнопку магазинчика потому что я ее сюда же не воткнул далее я состряпал вот такую вот штуку как лоудинг точнее загрузка уровня далее превью я еще не сделал я думаю его переделать так что его закроем так так триггер бокс это я вообще зачем-то открыл что еще а ну и закидал вот просто сейфгейм я вам там показывал на предыдущем ролике а также или лоудгейм я показывал да лоудгейм наверно сейфгейм я просто сделал клавиши назад и все то есть особо ничего не делал просто возвращение в главное меню просто до сейф и лоудгейм мы еще доберемся как-то в следующих видео когда сделаем систему сохранения так мы их закрываем это мы тоже закрываем меню меню я принципе вроде бы все правильно сделал вы принципе это уже видели в предыдущем я таком мельком сейчас все показал давайте прикроем это уже штуку она нам не нужно так game instance меню возможно надо будет да сейчас подумаем да нужно так давайте сразу здесь в чем заключалась проблема я думал как вам сделать ну как красиво вам подать загрузку наших карт меню и так далее я хотел сделать обычное open level и так далее да то есть ну подумал зачем париться если нам нужно допустим создавать крупную игру давайте сразу такую нюанс про чекаем как загрузку уровень мультистриминговая загрузка уровней это open level так скажем но в больших масштабах так game instance мы пока закрывать не будем так открываем levels вот она у меня она открыта вот сюда я ее спрятал если у вас нету открывайте галочку ставьте так давайте создадим папочку maps это у нас будет основные карты которые мы будем сюда запихивать так у нас есть карта map и и сразу перекидываем пусть это будет у нас игровая карта давайте переименуем соблюдая так скажем нашу наше определение map соответственно что это карты и game 01 какой-нибудь так создаем еще уровни давайте map default это у нас основная карта так скажем будет для стриминга мультистриминга вот этого уровней давайте еще создадим map preview map preview map preview здесь мы будем показывать наши штуковины которые вы увидите в будущем так и map menu думаю что хватит давайте нет еще создадим не знаю будем мы его использовать или нет ну просто создадим map loading так переходим в карту map default сохраняем теперь все остальные уровни мы перекидываем в нашу так скажем загрузку что это такое за ломбочка white source отлично так уровни мы создали да давайте сейчас пропишем основные черты так скажем так мы default находимся да да отлично теперь давайте прямо здесь создадим мы создадим blueprint интерфейс с помощью которого мы будем перекидывать так скажем определенные значения определенные значения какой-нибудь bp load интерфейс пропишем давайте создадим функцию level да что-нибудь level load stream так сохраняем закрываем она нам больше не нужна теперь теперь так давайте еще здесь создадим подождите game instance мы в принципе создали нашего меню да давайте давайте здесь пропишем тогда значение которое нам понадобится так name load level это будет имя загружаемой карты пропишем пропишем его в name так сохраняем теперь так теперь теперь нам нужно запишем map-default откроем blueprint map-default и в нем будем прописывать основную часть загрузки так на begin play пропишем load stream level и в нем мы будем прописывать какой мы будем грузить уровень так как это начальный он просто при старте игры сразу будет грузиться ну и то есть он в нем ничего не будет то есть он быстро загрузится и соответственно начнет прогружать то что мы ему даем так давайте map preview почему стерлась map preview теперь галочку ставим выполняем функцию event которая будет у нас находиться на том уровне remove event не вижу remove event не вижу remove event load так мы же превьев выгрузим так главное не ошибиться в буковках load превьев копирую да кстати я забыл давным-давно хотел поставить программу которая отображает клавиши нажатые маной теперь так mode of out мы и прописали по сути здесь здесь больше ничего не надо так проходим на уровень map preview вот он нажимаем открываем blueprint создаем custom event вставляем так что мы протащили его сюда по сути мы здесь должны прописать то действие которое он будет выполнять при загрузке уровня давайте пропишем пока delay так в районе трех секунд так можно функции прописать давайте две функции что-нибудь 0.1 preview копируем здесь у нас 0.2 preview сделаем так 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 пока запишем по сути выставим сюда да только вот это я хотел конечно вам так красиво выставляем потому что мы сюда залезать то и не будем так и здесь пропишем так скажем открытие уровня меню но предварительно конечно так давайте вот стрим level пишем map меню я так назвал да да map меню но здесь кстати сразу давайте unload stream level то есть мы один загружаем второй разгружаем указываем это так это у нас map preview preview выгрузили теперь также пропишем сюда remote remote и снова я не найду remote event пропишем load меню это тоже event который у нас будет выполняться в карте меню сохраняем это немножко сложная часть да потому что сейчас я сам могу запутаться так что будем прямо соображать как это все делать теперь так mode default map preview сразу заходим map меню прописываем custom event custom event так load меню здесь мы будем выполнять наши основные части да загрузки и так далее но пока просто оставляем ее так теперь 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 по сути мы прописали давайте создадим на превью наша часть которая нужна будет прогружаться я здесь прокинул некоторые звуки и картиночки так скинем их сюда наверное создадим новую папку так напишем 01 превью теперь берем это 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 и скидываем 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 моб превью меню вот она теперь это у нас просто картинки давайте давайте создадим из них материал мне кажется будет проще нам это все прописывать здесь в принципе что вы хотите можете видеоролик там запускать и так далее я просто картинки покажу с проигранием звука теперь теперь нам нужно в превью да давайте создадим какой-нибудь вектор булпринт окей сюда я помещаю просто не знаю plane это просто плоскость разверну я 90 градусов расширю ой не туда расширил широкоэкранные так скажем да теперь можно прописать сюда в принципе тут тот материал который у нас создался окей он в принципе пойдет вот такая вот загрузочка и второй материал это так чисто ну у нас в принципе все совпадает никаких растяжений нету да все отлично так сохраняем здесь мы что-нибудь прописывать будем нет так в принципе попробуем здесь прописать если нет то вот это все перенесем короче в тот самый плейн так если здесь он сработает где где у нас map превью кинем наш соответственно он здесь отображаться не будет так давайте пропишем классе default сохраним точнее в карты default кинем сюда direction white так sky white надеюсь этого хватит очень очень плохо что почему у нас здесь карта не освещается так теперь к ним сюда я давайте поместим это point почему а почему так выставим троечку что нибудь статик пропишем что то я не понял почему у нас освещение нету что я забыл что я забыл что я забыл скинуть так кидаем короче кидаем 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 сейчас сейчас посмотрим кидаем 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 так sky white direction white white source и так далее ну блин здесь почему-то создано по две штучки да вот когда мы приключились на эту карту но естественно как она загрузится хотя нет подождите я же выставил в самом превью то есть это уже выставил настройка изображения так скажем он уже не должен был что-то нам точнее должен был уже показать что-то но скорее всего придется прописать внутрь ну ладно так map preview так этот мы удаляем почему это мы показали 3 секунды так единственно да проблема то что я здесь не могу создать все-таки придется в вектор переносить это все так вот это удаляем это удаляем делаем порядка шести с половиной секунд теперь само прописываем в play в play не так скажем на бегин play создаем функция 01 02 превью вы перетаскиваем set material так где у нас просто выделим материал париться не будем на всякий случай еще раз пропишем чтобы материал так скажем был так sound какой будем прописывать в play sound в теплой саунд 2d выделяем какой-нибудь звук ну вот допустим этот устанавливаем теперь по сути копируем все то же самое так и материал 02 или какой-то мой материал студия вейбл так event graph и прописываем зачем set если мы создали функции так давай пропишем 3 секунды дэвэй дэвэй тоже пропишем 3 секунды так теперь давайте пропишем в настройках то что мы сделали это у нас map models так делаем my game mode видите да я прописал так пусть ладно my game mode стоит game instance мы прописываем g instance меню так стартовую карту мы прописываем наш основной уровень это так map default найти уже его не могу так это editor и основные настройки все сохранились как говорится проверили изображение у нас почему-то и нет так проблема проблема почему у нас не показывает изображение а смысле не хватает освещения блин возможно возможно что-то я насчет этого то и не особо понял почему боком то он не освещает солнце так и выставим его чуть-чуть вот так давайте создадим так мы map меню blueprint меню да и так далее здесь мы создадим нашу менюшечку которую мы уже создавали то есть наш виджет напишем create виджет так add to view в порт выбираем наше меню так main main hat нет vdg меню main hat это наше основное в игровое дальше мы пропишем разгрузку предыдущего уровня он вот стриму левел мэп превью так давайте мы превью а я его здесь все разгрузил да не надо здесь не надо map preview мы прописываем вот так далее кстати нам надо подключить наш интерфейс который мы создали в самом начале заходим в класс settings и добавляем bp load interface теперь видите слева появился наш получается level load stream event level так нет не там level load stream почему это вот он месседж месседж нет не месседж кейл функция нет тоже не то event нужен может скопилировать сначала надо да надо было скомпилировать и вот она появилась так теперь event load stream давайте пропишем вот так почему не то вылезла load stream так я по ходу это перепутаю короче вот этот то что я создал в интерфейсе и основная игровая да то есть как бы здесь не перепутаться надо переименовать его чтобы не запутаться так давайте map или просто скопируем map loading копируем мы его здесь прописываем remove event мы удаляем наш предыдущий точнее не удаляем а делаем выполняем функцию загрузки так давайте создадим как-нибудь load loading и нам кстати надо виджет вот этот менюшки удалить давайте вытащим отсюда так remove from parent так возможно я где-то чуть-чуть запутался но сейчас скорее всего уже на следующем видосике будем исправлять какие-то проблемы и продолжим до скорой встречи друзья также Продолжение следует...